приехали в старый порт яху в этом году я здесь не был в общем прогуляюсь посмотрю что новенького даже есть пустые места обычно в это время вот тут все занято так машины много машин все приезжие хотят погулять по старому яху здесь даже есть пустые места море и земная волны у меня было пойдемте посмотрим что дальше зашел старый яков старые лодки как были так и стоят здесь запах тупой рыбы стоит как обычно все зайду посмотрю что там рыбку продают привет кальмары похоже на тонца большой дунец такой голубой это что салака рыбы достаточно много мы ловили мальчик тоже торгует это кисель какой-то осьминоги осьминоги это что за барракуда желтая полоска не по-моему они вот это большая нет правда запах такой стоит что ты и рыбу не хочется но так выглядят рыбацкие шпуны вот их не снасти сети даже воронам тут столовая постоянно сыты много лодок стоит вот это старый порт яфа а люди тоже гуляют здесь можно арендовать прогулку на катере море правда не знаю сколько она стоит туристы а просто фотографируют селки делают как они выплывают отсюда я не знаю места вообще мало обычно здесь много музыки наверное вечер музыканты будут много туристов тоже очень много лодок ягод стоит даже ферзи смогу спуститься посмотреть а вот кафе местная легенда здесь можно перекусить отведать морепродуктов слава богу отменили масочный режим вот я человеком почувствовал прогулочный катер аналитик а и и и и и и красиво пел африканский парень а вот и старое здание яфа welcome to old яфа здесь туристы подымаются по лестнице и проходят узкими улочками старых построек которые еще сохранили дух того времени люди лениво отдыхают под навесом вот еще один местный музыкант непризнанный талант сейчас включит музыку возвращается прогулочный катер каждая улица имеет такую табличку вот интересную знаками зодиака вот имеются указатели как на площадь такие узкие улицы сводки высоте либо люди маленькие раньше были это наверно иклес рек орфодокс вот установлены красивые цветы вот местные магазинчики туристические вот местные художник живет здесь фотографии его родителей наверно еще какой-то бар местный старая красивая улица вот своды старинные такие видите в восточном стиле хочется верить что это кладка еще тех времен средневековья а может даже быть еще древнее над каждой дверью указан владелец так это православная русская церковь всего что наверно уже туда приходится явская площадь людей очень мало а вот и знаменитый фонтан зодиаков зодиаков тибет какой большой очень интересное архитектурное решение было у скульптора видно что у него чувство юмора своеобразное монетские огороды валяются в фонтане все поток воды уменьшился жара люди отдыхают на дне даже подсветку установили чтобы ночь восхищала а это церковь святого петра рима католическая церковь святого петра часы работы место по субботам с пол седьмого на испанском и на еврейке а воскресенье с 9 6 и 7 15 на разных языках английский польский и еврей так а так церковь открыта каждый день с 8 до 15 до 15 до 17 сейчас пока заходи я не знаю, нужна гарантина или нужна прокат сама оправка не только как он под гору потянет тяжелого человека в том году было намного хуже новое пессуаре поставили давайте ребята подойдем в памятнику я уже забыл что это за памятник элли и лан памятник молодости 79 год интересный памятник такой неужели это на юность с этой пушки когда-то она бомбили так а это указатель период 1515-1917 это что она стояла на Явском замке в крепости куда идти музей, сад так вниз эта дорога у нас на часовую площадь куда в принципе все и идут один ресторан 1967 год такой маленький красивый вид открывается очень мало людей мало туристов год назад было намного больше здесь в субботу толпы людей здесь были видно море дальше современное здание Тель-Авива высотки да, жителям Тель-Авива повезло очень повезло я считаю жить в таком месте каждые выходные можно ходить гулять по старым историческим местам все это видеть наблюдать пользоваться этим этот петушок убежал от повара хотели его в суп кинуть для туристов беги, беги, Петя беги полиция пинарет так это вход в мечеть вот здесь омывали раньше руки ноги прежде чем совершить службу в минорите так, ребята вышел я на часовую площадь сейчас зеленый загорится я перейду загорелся зеленый так, и вот это часовая площадь знаменитая на этом месте часто встречает гид свою группу туристов чтобы провести по маршруту по старому Яфу шумно музыка со всех сторон сейчас попытаюсь пройти на блошиный рынок ну, смотрите какое старое здание ну, вот видите какие старые здания улицы в общем заблудиться здесь расплюнуть кажется не на ту улицу я сверну ну да жизнь кипит здесь музыка зайду мороженого пойдем в общем вот такое вот мороженое вот так люди отдыхают приехал на скутере батарею забрал с собой и в шлеме и в шлеме пошел гулять и в шлеме пошел гулять довольно талантливые местные художники смотрите, где картины интересные на городах рисуют, да так, а вот ребята, я вышел на блошиный рынок смотрите, кресло стулья старые как в фильме 12 стульев так, глядись купил стула сел на него а оттуда бриллианты посыпались ложки, вилки статуэтки приемники латунные весы так что ребята если вы болеете скажем увлекаетесь антиквариатом старыми вещами то это место для вас подсвечники ну в принципе даже обычным людям можно купить какие-то подсвечники интересные конечно, я не любитель такого барахла что страшно даже в руки взять но но иногда здесь попадается довольно интересная вещь вот видна какая-то большая люстра была и от нее перунки остались трустальная интересное здание ферми утюга также здесь можно прикупить если что-то интересное найдете вещи себе панаму штаны может где-нибудь это наподобие на секонд фендер это наподобие на секонд фендер они как-то чистые похожи на секонд фендер или а панаму а Субтитры создавал DimaTorzok